Здравствуйте, уважаемые садоводы-городники! С вами на канале Процветок Анастасия Гулис. И сегодня мы с вами поговорим о такой интересной и для многих загадочной и неиспробованной теме, как черенкование хвойных растений. В принципе, все мы относимся с уважением к зеленым весь год растениям. Наиболее часто из них выращиваются такие виды, как туя западная, различные виды можжевельников, ель колючая, ель канадская. И мы хотим получить саженцы этих растений с минимальными затратами. Тут есть некоторые особенности. Зная их, вы сможете получить то количество растений. Ну, естественно, кроме знаний, вам понадобится некоторое количество времени, поскольку хвойные растения растут и развиваются медленнее, чем лиственные. И ваш участок всегда будет свеж и зелен. Ну, сегодня я вам на примере туи западной тэдзи покажу, как размножить это растение. Заготовка черенков хвойных растений имеет некоторые особенности. Во-первых, сортовые особенности сохраняются только у черенков, взятых из верхней третьей кроны. Если мы пытаемся взять черенки у какой-то пирамидальной или колоновидной формы туи или можжевельника и берем их в нижней части, то мы рискуем получить кривобокое распластанное растение, которое совершенно не будет похоже на своего родителя. Если мы берем черенки из верхней части, то они будут сохранять вертикальность и развиваться так, как выглядели их предки. И как это происходит? Мы отламываем побеги. В принципе, с самого куста можно их даже срезать. Это у меня туя тэдзи. Когда мы срезали побеги или отломали, мы производим отдирание наших черенков, поскольку черенки хвойных растений высаживаются с пяткой, иначе они не укоренятся. Что такое пятка? Пятка – это кусочек древесины двухлетнего возраста. Поскольку вот зелененькая часть – это прошлогодний прирост. Вот он находится. А вот здесь у нас древесина двухлетнего возраста. Если мы берем черенок без пятки, то он загнивает, он не успевает пустить корешки. Естественно, вот такая длинная пяточка, она нам не нужна. Обычно она укорачивается секатором и оставляется срез приблизительно от полсантиметра до сантиметра, в зависимости от того, какого размера наш черенок. Маленькие веточки, которые у нас имеются внизу, мы обычно просто удаляем. В таких местах при укоренении у нас образуется сперва калюс. Это такой наплыв, из которого потом дифференцируются корешочки. Вот здесь, видите, маленький череночек и маленькая пяточка. Какие еще есть особенности у хвойных растений? Если мы заготавливаем черенки с очень старого растения, укореняемость у нас будет намного меньше, чем если мы берем черенки от молодых растений. В принципе, то же самое и с другими растениями, но у хвойных у них у самих укореняемость не очень высокая, поэтому это очень существенно влияет на результаты нашего черенкования. Когда мы нарезали наши череночки, нарвали, нарезали, поскольку тут у нас не совсем простое черенкование, то в зависимости от того, есть ли у вас какой-то стимулятор корнеобразования, либо нет. Я обычно для укоренения хвойных растений использую корневин. Это угольная пудра с добавлением гетерооксина и других ауксиновых веществ, которые способствуют корнеобразованию скорейшему. Черенки высаживаются в грунт наклонно. При этом они должны достаточно хорошо держаться в субстрате. То есть заглублять их надо нормально. После того, как мы черенки наши воткнули в землю, мы их притеняем, я чаще всего использую для этой цели тонкий спонбонд, и поливаю, я обычно поливаю через премоспонбонд. Если он тонкий, то через него хорошо проходит влага. Укоренение происходит в течение всего агитационного сезона. То есть если мы зачеренковали черенки, как только растаяла наша земля, и мы смогли их воткнуть в землю, то обычно в августе месяце, если подкопать вот такой череночек, можно увидеть уже молодые корешки. Они белого цвета, они такие достаточно хорошо заметны. Но черенки хвойных растений обычно при пересадке, вот если мы их пытаемся пересадить в первый год, в первый год, когда они только укоренились, они очень большой дают отпад. То есть желательно оставить эти черенки до осени следующего года, и уже на следующий год их тогда мы рассаживаем. Вот это укорененный черенок, рассаженный осенью прошлого года. Это туя омбра кулиэфера. Она низкая, шаровидная туйка такая. Вот если ее вынуть из грунта, в принципе, могу показать. Ой. Там уже такие хорошие достаточно. Вот видите, они уже такие хорошие рыжие корни. То есть это уже вполне хорошо укоренившиеся растения. На первый год, конечно, корни будут меньше, они будут не такие. Они будут тоненькие. Не тоненькие, они как раз толстенькие. И белые такие. И они очень хрупкие, ломкие, очень сильно повреждаются грибами. То есть вот лучше подождать лишний год, но получить хорошее растение. Которое уже нормально, хорошо перенесет посадку. Надеюсь, мои советы помогут вам получить те растения, которые вы давно хотели завести у себя на участке, в достаточном количестве. С вами была Анастасия Гулис на канале Про Цветок. Не забывайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok